Здравствуйте! — Не так давно был принят генплан архипелага. Документ достаточно бурно обсуждался. В чем вызвано его появление? — Знаете, в свое время святейший патриарх Московский в Сеаруси Кирилл очень мудро и прозорливо сказал, что по температуре соловков можно замерять температуру всей нашей страны. Как вот в капле воды мы можем понять состав океана, так же и по соловкам, собственно говоря, мы можем понять те процессы, которые происходят в России. Если мы говорим о генплане, то это, в общем-то, вершина айсберга, потому что дискуссия вокруг генплана отразила очень большие и очень серьезные разговоры, которые идут уже не одно десятилетие, по таким базовым для России вопросам, как место и роль русско-православной церкви в нашем государстве, место и роль церковных людей в нашем обществе. И, конечно, насколько духовная составляющая, наряду с культурной составляющей, могут являться равнозначными культурными ценностями. Поэтому, когда речь зашла о генплане поселка Соловецкий, я поясню, что под поселением Соловецким, так прописано в наших документах, понимается весь архипелаг. То есть это не генплан поселка, а именно мы впервые разработали генеральный план всего архипелага в целом. И, вне всякого сомнения, разработка такого базового краегольного камня, который задаст вектор развития Соловецкого монастыря и Соловецкого архипелага на ближайшие 100 лет, это не преувеличение, не могла не вызвать бурной дискуссии в российском обществе. Но, в частности, насколько я понимаю, споры велись вокруг того, передавать или нет часть земель лесного фонда, ну, фактически в видении монастыря. Давайте повернем вопрос чуть-чуть по-другому. На протяжении последних 500 лет, собственно говоря, со времен господина Великого Новгорода, территория Соловецкого архипелага находилась в безраздельной собственности Русской Православной Церкви. И все то, что мы там видим, уникальную гидроканальную сеть, которая стала самостоятельной частью Соловецкой экосистемы, которая стала новой экосистемой, уникальные Соловецкие храмы, Соловецкие скиты, это все явилось следствием целенаправленного воздействия Соловецкой братьей на архипелаг. То есть это все сделано руками монахов? Не просто руками монахов, это сделано руками и молитвой монахов. Я бы здесь даже молитву поставил бы на первое место, потому что без промысла Божия такое чудо сотворить невозможно в принципе. И сейчас русская православная церковь, монастырь определяет для себя вектор своего развития, не претендуя ни в коей мере на всю территорию архипелага, потому что мы прекрасно понимаем, что после того сокрушительного удара, который был нанесен по церкви в советский период, надо будет еще долго и долго восстанавливаться, монастырь определял для себя вот те точки развития, точки роста, те объекты, которые необходимы монастырю для того, чтобы восстановить полноценную монастырскую жизнь не только в поселке, а непосредственно на территории архипелага. И действительно той правовой формой, в которой для русской православной церкви, для монастыря наиболее комфортно стало существование вот этих вновь возрождающихся скитов, это было земли сельского поселения. Поэтому мы осуществили перевод земель лесного фонда в земли сельского поселения. На ваш взгляд, чем вызвана критика в процессе передачи? Знаете, очень интересный вопрос, потому что если мы посмотрим на критиков к основной массе этих людей, я не беру отдельных примитивных блогеров, которые паразитируют на соловецкой теме, а вот если посмотреть на основных критиков, то можно выделить три большие группы. То есть первое — это представители нашей общественности, которая занимается охраной объектов культурного следия. Второе — это представители общественности, которая занимается охраной природных объектов. И третье — это жители поселка. Что касается тех людей, которые занимаются охраной объектов культурного следия, многие из них, наверное, основная масса все-таки вышли из советского периода, когда здание, сооружение, стены воспринималось как некий самостоятельный объект охраны. И мы забываем о том, что церковь — это живой организм, живой организм, который развивался. И музеифицировать церковь, загнать ее в какие-то очень узкие рамки, определять, как церковь должна развиваться, — это наследие советского периода. И я понимаю людей, которые высказывают опасения, когда говорят, что вот сейчас мы монастырю передадим те или иные участки земель, и вдруг там появятся новые объекты, которые нанесут вред соловкам. Возникает вопрос. За 500 лет, как я уже сказал, соловки стали мировой жемчужиной благодаря подвижническому труду братьев. И сейчас возрождающаяся монастырская жизнь, возрождающиеся монахи, мы видим, что пытаются восстановить. Вот вы знаете, соловки, особенно в период 30-х годов, когда был лагерь, можно сравнить с таким очень тяжело больным организмом, который оказался очень-очень сильно поражен. И вот как раз те объекты, куда приходит церковь, — это вот такие вот здоровые участки, это очаги развития. Второй блок критики, который идет, он идет, опять же, со стороны общественности, которая задачена вопросами охраны природного наследия. Но, опять же, я говорю, дорогие друзья, Соловецкое братье 400 лет назад создало на архипелаге новую экосистему, аналогов которой нету в мире. То есть человек пришел в дикую первозданную природу, улучшил ее, приспособил ее для своей хозяйственной деятельности не только не на себя ущерба, но вот создав вообще какое-то действительно чудо. И в первую очередь вписавшись в нее. Вписавшись в нее, опять же, поскольку соловки воспринималось как действительно попытка через молитву вернуться вот к тому первозданному райу, в который был человек, где человек жил в гармонии с природой. И когда братья монастыря приходят на эти участки, то везде, где находятся монахи, мы видим только положительные примеры. И когда я слышу эту критику, мне хочется сказать, люди, одумайтесь, ну вот кому вы отказываете вправо на развитие тем, которые это все создали? Вы не пускаете хозяев в собственный дом, говоря о том, что мы лучше хозяев, знаем, как этим домом управлять. Третья категория людей — это жители поселка Соловецкий, где, к сожалению, вот за последние там 10 лет я занимаюсь с Соловками систем на 3 года, и мы видим, что вот очень большое количество людей просто вбрасывают какие-то такие провокационные вещи, типа там жителей с архипелага выселят. Или вот завтра, так сказать, придет монастырь, и все вам запретит. Ну, глупость полная, абсолютная глупость. И вот как раз, знаете, в ходе общественных слушаний, которые состоялись на Соловках, мы вместе с Соловецким монастырским началием, с администрацией сельского поселения постарались обобщить вот такие наиболее распространенные страшилки. И сейчас на Соловках Соловецким монастырем выпускается специальный информационный бюллетень, где идет такая серьезная, глубокая, разъяснительная работа. Она идет в конкретных коллективах, она ведет с людьми вот по принципу, да, глаза в глаза. И, конечно, она идет через средства массовой информации. И когда начинаешь с людьми разговаривать, спрашиваешь, хорошо, чего ты боишься? Понимаешь, что, в общем-то, основная масса этих страхов абсолютно надуманных, которые возникают просто вот, ну, вот от каких-то таких, наверное, не совсем глубокой информированности, ну и, опять же, от засоренности информационного пространства, скажем так, не совсем достоверной информации. Ну и, насколько я понимаю, само появление вашего агентства, оно призвано, в общем-то, обеспечить защиту интересов тех, кто живет на архипелагии. Вы знаете, появление нашего агентства, в первую очередь, должно обеспечить, как это записано в специально принятой стратегии, которую мы приняли в результате взаимодействия с общественными организациями, с Русской Православной Церковью, сохранение духовного, культурного и природного наследия. И когда мы вычленяем человека из этого духовного, культурного и природного наследия, мы совершаем большую ошибку. Нельзя вычеркивать поселок из общего контекста соловков и жителей, которые живут. Да, если ты живешь на территории православной святыни, это наносит, это внесет за собой какие-то ограничения. Это абсолютно естественный подход. И я хочу сказать, что местные жители, особенно те, которые зарабатывают на паломническом потоке, на потоке туристов в летний период, а это, поверьте, очень и очень неплохие деньги. Потому что благосостояние соловчан, я смотрю там по количеству снегоходов, катеров, машин, в общем-то, достаточно серьезно улучшается. В том числе и на нынешнем фоне, когда внутренний туризм развивается. Надо понимать, что да, будут какие-то ограничения, будут проблемы. Но еще раз я хочу сказать, что монахи — исконные хозяева соловков. И здесь, опять же, великая заслуга Русской Православной Церкви в том, что Святейший Патриарх Кирилл сказал, рядом с красивым монастырем должен быть красивый поселок. Церковь не отделяет себя от мира, а наоборот выступает в качестве активного, созидательного, преобразующего начала. Давайте называть вещи своими именами. Если бы не было такой глубокой, практически непрерывной заботы Святейшего Патриарха Московского Кирилла о соловках, мы бы никогда не получили бы деньги на объекты коммунальной инфраструктуры. Где еще мы видим пример в Российской Федерации, когда Русская Православная Церковь заботится не просто об объектах культурного наследия, а заботится о социальной сфере. Как раз сейчас идет, насколько я знаю, реставрация одних из сооружений. Идет реставрация объектов культурного наследия и строительство новой канализационной сети, водопроводной сети. Это очень серьезное строительство, потому что оно идет на территории, которые относятся к ЮНЕСКО. Слава Богу, на соловках наконец-таки появился нормальный добросовестный подрядчик. По крайней мере, пока все контрольные, проверяющие органы, археологическое сообщество высказывает достаточно позитивную оценку той стройки, которая проводится. Вы упоминали международную организацию. Новый генплан не идет вразрез со статусом соловков, как объект культурно-исторического наследия ЮНЕСКО. Нет, не идет. Надо понимать несколько вещей. Когда мы говорим о статусе соловков как объект культурного наследия ЮНЕСКО, то в соответствии с 47 статьей о конвенции ЮНЕСКО и теми документами, которые были ратифицированы Российской Федерации, приняты на нашем уровне, мы обязаны согласовывать с ЮНЕСКО все новые реконструируемые объекты. То есть речь идет не о согласовании документов территориального планирования, а о согласовании с ЮНЕСКО тех объектов, которые возводятся на территории Соловков на землях, независимо от формы собственности. Алгоритм этих действий очень жесткий. Он прописан отдельным поручением заместителя-председателя правительства Российской Федерации Ольги Юрьевны Голодец и все соловецкие объекты, начиная от реконструируемой бани, я беру сейчас объекты, в первую очередь социальной инфраструктуры, до здания школы, больницы, рапорта, они через эту процедуру проходят. Удовольствие очень недешевое, то есть стоимость оценки воздействия на экспертизы составляет от полутора до двух миллионов рублей. То есть это серьезные испытания и для местного бюджета. Но мы на это идем. Ольга Юрьевна тоже была на соловках, я знаю, что действительно она достаточно серьезно смотрит, мониторит ситуацию, как происходит обновление школы в том числе. Да, мы постоянно получаем информацию от правительства Российской Федерации, отвечая на запросы, как идут капитальные ремонты, косметические ремонты зданий и больниц. Ну понятно, что касается школы, существующей на соловках, там речь идет о косметических ремонтах. А также, собственно говоря, благодаря заслугам правительства Российской Федерации, вот сейчас на выходе уже находится распоряжение правительства, где мы наконец-то согласуем по объектной перечень. Часть этих объектов, как я уже сказал, канализация, водоснабжение, они уже строятся. После согласования этих объектов мы уже понимаем источники финансирования, ну и, собственно говоря, идем к следующему этапу строительства. То есть сначала нужно создать инфраструктуру, это абсолютно очевидно, потом уже делать все остальное. То есть основной лейтмотив генплана, как в медицине, не навреди? Вы знаете, не согласен с таким утверждением. Основной лейтмотив генплана состоит в том, что здоровому растущему организму, которым является Соловецкий монастырь, который преобразует все пространство вокруг себя, необходимы источники для дальнейшего развития. Вот я считаю, что этим генпланом такие возможности, как я уже сказал, по оценкам братьев Соловецкого монастыря на ближайшие сто лет, почему я называю краеугольным камнем, эти возможности предоставлены. А сам монастырь, он готов к такой серьезной работе, к инфраструктурной работе, к возрождению промыслов? Не просто готов, а это прописано и в стратегии про развитие Советского архипелага, которую мы приняли совместно, и в тех планах, которые есть у монастыря. Когда мы говорим об инфраструктурной работе, я тоже хочу сказать, что речь на ближайшие 20-30 лет ни в коей мере не будет идти о создании каких-то новых глобальных объектов. В первую очередь, те территории, которые мы выделили в рамках генплана монастырю, это территории, где должны развиваться пустыни. Мы прекрасно понимаем, что молитва монахов, устав монастыря, и это подчеркнуло ЮНЕСКО, и вот у нас есть такой очень уважаемый эксперт ЮНЕСКО, господин Крестев, который очень четко нам дал понять, что духовная составляющая такая же самостоятельная объект охраны. Поэтому, когда мы даем возможность монастырю, братьям монастыря, восстанавливать сельскую жизнь, где должна идти молитва, они же молятся за всех нас, за нашу страну, за каждого из нас, это является таким же предметом охраны. И вот воссоздание полноценной духовной жизни монастыря в контексте именно логики ЮНЕСКО является как раз тем фактором, который и способствует сохранению и развитию Соловков как объекта всемирного наследия. А что делает правительство Архангельской области по улучшению условий проживания на Соловках? Ну, как я уже сказал, помимо вот такого базового вопроса, который нас касается, это вопрос по строительству новой системы канализации водоснабжения, у нас достаточно большая, серьезная и обширная программа развития. Я могу сказать, что мы на Соловках столкнулись с целым рядом проблем. Это и проблемы нерадивых подрядчиков, с которыми мы судимся, и здесь мы с себя ответственности ни в коей мере не снимаем, за те негативные процессы, которые произошли на Соловках. Слава Богу, что мы не потеряли ни одной бюджетной копейки, ни одного бюджетного рубля, поскольку вот по тем контрактам, где мы судимся, это здание Дома культуры на Соловках, где у нас оказался недобросовестный подрядчик, это здание квартирного жилого дома, авансирования предусмотрено, не было в принципе. Там будем разбираться, установим законным порядком. И вот мы очень благодарны органам прокуратуры, что по инициативе правительства Архангельской области в рамках прокуратуры сейчас создана отдельная рабочая группа, которая должна с привлечением правоохранительного блока отслеживать все строительные процессы, которые на Соловках происходят. Вот, и конечно... То есть это будет такой дополнительный контроль? Да, это дополнительный контроль. Учитывая статус территории? Да, статус территории, это контроль инициатором которого, собственно говоря, выступили мы. Я сам, как вы знаете, в прошлом представитель правоохранительного блока, и поэтому, в общем-то, очень хорошо понимаю, что такая хорошая и хорошая, серьезная дамокла в меч, я по-другому называть-то не могу, он станет... Не помешает? Как минимум не помешает. Как минимум не помешает. Растет ли количество туристов, желающих попасть на архипелаг? И что делается, чтобы доступность островов стала максимально комфортной? Да, растет это не то слово. То есть в этом году на Соловках было в прямом смысле слово не протолкнуться в летний период. Знаете, и тот громадный интерес, который жители нашей страны к Соловкам испытывают, для нас, конечно, это, с одной стороны, очень здорово, с другой стороны, очень серьезный вызов, очень серьезные испытания. Что касается того, что мы для этого делаем, то здесь есть целый ряд традиционных проблем. Первая проблема — это проблема дороговизны авиационных билетов. Как мы понимаем, без изменения типа взлетно-посадочной полосы, без перехода на более... Принимаете, более... Экономичные самолеты, даже небольшие, более экономичные. Вот. Эта проблема в рамках авиапарка АН-24 и Л-410 решить невозможно. Что касается вопроса, связанного с морской инфраструктурой, то здесь мы заканчиваем проектирование основного причала, пассажирского, Тамариного причала. Это тоже мероприятие, которое стоит в программе. И, в общем-то, надеемся, что новый современный причальный комплекс, он улучшит качество обслуживания на этом направлении. Вот. Ну и, вне всякого сомнения, это инфраструктура гостеприимства. Потому что самые разные формы и виды отдыха у людей на Соловках. Кто-то приезжает в палаточный лагерь, кто-то приезжает в супердорогие даже по российским меркам гостиницы на Соловках, потому что по некоторым из них цены просто зашкаливают. Кто-то останавливается в частном секторе. Это все такой хороший, серьезный, растущий организм, который и требует согласованных действий региональной власти, местной власти и, конечно, Русской Православной Церкви. Мы сегодня говорим о Соловках как о живом организме? Да. Вы только так его воспринимаете? Да. Вообще, любой православный человек не может воспринимать монастырь, а ведь Святейший Патриарх не зря говорил о Соловках как антименсии. То есть, это место, в принципе, где ты можешь служить службу в любой точке Соловков. Это один громадный храм под открытым небом вот посреди Белого моря. И верующий человек, православный человек воспринимать Соловки иначе как живой организм не может, потому что он таким является. Спасибо большое, Роман Викторович, и удачи вам в вашей нелегкой работе. Спасибо вам. О том, как будет развиваться жизнь на архипелаге, рассказал руководитель агентства по развитию Соловецкого архипелага Прохранительской области Роман Балашов. На этом все. Традиционно призываю вас к новой встрече на канале ПС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова